Знаменитая церковь Цвери. Одинокая на маленьком пятачке, махонькая церковь, наверное, два на три. Мы спускаемся в деревню, которая под подножьем горы этой расположена. Название, честно говоря, не знаю. Спустились в дачный поселок Цвери, который под монастырем Цвери. Монастырь, церковь на этом холмике. Вот он, монастырь маленький. Дачный поселок тут вот везде. И мы через эти заросли все поросшие колючками проезжаем и смотрим, знак висит. Сашище храме. Страшный храм какой-то. И заехали в этот темный-темный лес. Туда вообще свет не попадает. Такое ощущение, как будто уже глубокая ночь. Действительно было страшно. Вот поднялись мы к этой маленькой церквушке. Да, три на четыре метра будет Цвери. И отсюда прекрасно видна дорога, по которой мы спускались в дачный поселок Цвери. Сейчас там даже вот машина едет, вниз уходит. Тут высота 1200 метров, там 950. Кажется, что перепад высоты гораздо больше. Но альтиметр показывает 250 метров. Ерунда полная. На вскидку метров 400 разница. Сегодня жаркий день, жаркий, солнечный день. Но в горах попрохладней. Речка извидисто идет прямо в Тбилиси. Прямо вот по этому ущелью петляет, петляет, петляет и уходит. Речка Вера. Дачные участки на дальнем плане. Но к ним из дачного поселка Цвери дороги нету. По сути дела этот поселок. Но очень мало людей там. Мы были практически безлюдно. Так эпизодически кто-то проживает. Но дорога не фонтан. Ездить не захочешь. Тут стоит подъемник, с помощью которого стройматериал поднимали. Сейчас будет видно откуда. Вот с пятачка. С этого пятачка поднимался стройматериал. А прямо по курсу обрыв, с которого великолепный вид открывается на ущелье, на вот этот вот монастырь Цвери, на это местечко, на котором еще стою. Там то ли скала сошла, то ли взорвали ее. Она оголенная. Ну тут вообще великолепно. Сейчас внутрь зайду. Скромная. Внутри этой маленькой церкви очень много икон. Ее облагородили, роспись сделали. Да, действительно. Раньше она была очень скромная. А сейчас тут стойка икон. Пахнет воском. Приятное ощущение создается, находясь здесь. Отсюда прекрасно виден город. Сейчас я буду приближать. И это будет Нуцубидзиплату. Почти восьмикратное приближение. Глядя на то, как приютилась эта маленькая церковь, на маленьком пятачке скалы невольно Пушкин вспоминается. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищешь ты в краю далеком, что бросил ты в краю родном. Край родной.